Галина Соловей театрал со стажем. Начинала в Любительском, на Баковке. Вместе с другими членами клуба «Активное долголетие» на экскурсии «Дачные сезоны начала 20 века» она узнала, что именно здесь, на рубеже 19 и 20 веков, дачники из Москвы ставили первые театральные антрепризы. Это давно оказывается такая традиция, что крестьяне, те, которые не проходили никакого обучения, вот такие простые люди, как и мы, и сейчас, получается, мы продолжаем эту традицию, тоже играли в театре. В 20 веке Федор Брок за собственные средства выстроил театр и набрал труппу из числа местных жителей. Артисты играли бесплатно. В их числе семья начальника станции Ивана Георгиевича Апановича. На экскурсии членам клуба показали дом Апановичей, который, к сожалению, сгорел три недели назад. Теперь его можно увидеть только на страницах книги Светланы Лапшиной. Вот эти сведения, они сами ко мне притягивались. Я их специально не искала. Наверное, так сложилось судьбоносно, что оказались у меня в руках и фотографии, и воспоминания жителей. И мне это позволило составить связанные рассказы. И дальше я только укрепляюсь вот в этой мысли, и подтверждается эта история. Новые документы, они продолжают как-то находиться, собираться и появляться. Дачная архитектура 20 века, сохранившаяся в Баковке на фоне современных сооружений, поражает контрастом. Проект «Променад с историей» будет продолжен. Прогулки на свежем воздухе, дополненные интересными историческими фактами, набирают популярность. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.